Здравствуйте, друзья! Говорят, что самые опасные и безжалостные убийцы – это те, которые совершают преступление с невинной улыбкой на лице. Представляем вам 13 старушек-потрошительниц, на которых и не подумали бы. Тамара Самсонова, бабуля-потрошительница. Эта милая старушка из Купчино, Санкт-Петербург, прославилась в 2015 году, когда отравила свою знакомую, расчленила ее и разбросала части тела по городу. Вскоре выяснились леденящие душу подробности еще одного убийства, осуществленного ею по той же схеме. Жертвой стал квартирант бабули-потрошительницы. Интересно, что убийца, которую психиатрическая экспертиза позже признала невменяемой, на протяжении долгих лет вела дневник на русском, английском и, главным образом, на немецком. И в дневнике этом нашли описание других убийств, всего около 10. Однако, описанные там факты доказаны не были. Но нездоровую пенсионерку отправили в психиатрическую лечебницу. Хуана Бороза, молчаливая леди, убила 50 женщин. Хуана Бороза зарабатывала на жизнь, выступая в уже немолодом возрасте, на шоу «Лучедор рестлеров» в ночных клубах. А свое свободное время она проводила, выслеживая и охотясь на мелких тихих старушек. С 1998 года по 2006 она убила 50 женщин. Почти всем им было за 60 лет. Хуана или душила их, или забивала до смерти. Когда ее поймали и судили, то приговорили к 759 годам тюремного заключения. Мелисса Энн Шепард, черная вдова, это старая леди из Канады. Выглядит такой милой и невинной, скромной, в своей маленькой шляпке и темном плаще. Но она сидит в полицейском фургоне. И не просто так. Мелисса Шепард виновата в смерти как минимум двух своих мужей из пяти. Сделала она это с помощью передозировки, сильнодействующих транквилизаторов. Надо сказать, что и остальных мужей эта дама тоже пыталась убить. Просто попытки ей не удались. Кстати, когда ее второй муж умер, это было первое убийство на ее совести, Мелисса отсидела несколько лет. А потом ее выпустили, и она продолжила свои игрища. Ее пятый по счету муж скончался от передозировки пяти различных лекарств. А теперь она снова на свободе. Сандра Лейн выстрелила в своего внука восемь раз. 74-летняя женщина из Детройда, США выстрелила в своего 17-летнего внука Джонатана восемь раз. Из них два раза в спину ее признали виновной в убийстве второй степени и дали 22 года тюрьмы. В свое оправдание она говорила, что ее внук был наркоманом, и его она боялась. Родители Джонатана развелись и бросили его на бабушку с дедушкой. Парень курил траву и слушать никого не хотел. В тот вечер он требовал у бабушки денег на машину, чтобы поехать к друзьям, а получил восемь пуль. Анжела Бинхмер задушила трехлетнего внука. Анжела Бинхмер, Делавер, США, была опекуном своего трехлетнего внука. Однажды, когда он спал, она взяла полотенце, прижала его к лицу малыша и держала так, пока он не задохнулся. После убийства Анжела Бинхмер пыталась скрыть трупный запах из квартиры и жгла там ароматные палочки. На суде она сказала, что у нее не было денег на содержание ребенка. Доротея Пуэнте Доротея Пуэнте – одна из самых известных бабуль-убийц в США. Ее преступления оставались незамеченными довольно долго. Арестовали Доротею, когда ей было 64 года. И понятно почему. Копы нашли закопанные под ее домом остатки девяти человек. Одним из убитых был бывший сожитель Доротеи, а остальные – постояльцы пансиона для пожилых, который она содержала. Бабушка получила пожизненное бесправо помилование и умерла в 2011 году. В возрасте 82 лет до конца своих дней она твердила, что никого не убивала. И все эти люди умерли своей смертью. Мангал Бахарат Тарат Сожгла жену сына. 62-летняя жительница Мумбаи на свадьбе своего сына узнала, что приданное за невесту дают очень скромное. Настолько скромное, что она сочла это оскорблением. И избила новоиспеченную невестку. Облила ее керосином и подожгла. Молодая женщина скончалась в больнице от страшных ожогов. А убийца Мангал Бахарат Тарат отбывает пожизненный срок. Хейзер Дулчи Батсуорт Мисс Случайность Эта дама жила в Австралии в середине 20 века и была невероятно милой особой. Ее любимым занятием было печь пироги и угощать ими полицейских в участке по соседству. На самом деле эта милашка была профессиональной убийцей мужей и других родственников. Причем она всегда выставляла произошедшее несчастным случаем. Первый ее муж случайно утонул, второй погиб в загадочном пожаре. Зять получил повреждения, несовместимые с жизнью, когда она случайно толкнула его в глубокую яму. Полиция арестовала эту даму как раз вовремя. Она и ее очередной муж шли забирать недавно усыновленного ими мальчика. И кто знает, что случилось бы с ним. Нэнси Дос, хихикающая бабушка Нэнси Дос, Алабама, США, прозвали хихикающей бабушкой, потому что на допросах в полиции она все время улыбалась и хихикала, рассказывая о том, как убила 11 членов своей семьи. В основном она их травила крысиным ядом, а иногда придумывала что-то еще. Делала она это, по ее собственному признанию, потому что они ей надоели. И ради забавы, кроме четверых мужей, ее жертвами стали также мать, две родные сестры, две племянницы, внук и свекровь. В общей сложности 11 человек. Эми Арчер Гиллиган, сестра Эми. У этой женщины была длинная жизнь с 1868 года по 1962. Она управляла частным домом престарелых. Ее звали сестрой Эми. Однако от христианских заветов она была ох как далека. Дом престарелых – идеальное место для серийного убийцы. К тому же в те времена судебная медицина была развита недостаточно хорошо. Если человек умирал, как казалось, по естественным причинам, то так свидетельство о смерти и записывали. Эми обычно использовала яд, чтобы постепенно травить своих жертв, мужа в том числе. Обычно постояльцы умирали вскоре после того, как передавали ей крупные суммы. Всего с 1907 года по 1916 год таких неожиданных смертей было зафиксировано 60. Потом сестру Эми арестовали и приговорили к смерти, но затем дали пожизненное. А в 1924 году признали невменяемой и перевели в психиатрическую лечебницу. Амелия Дайер, по слухам, убила более 400 детей. Эта пожилая дама – британская детоубийца викторианской эпохи. Считается самой массовой детоубийцей в истории. Она была детской медсестрой и научилась зарабатывать, давая приют молодым женщинам, которые забеременели вне брака. В то время процветал так называемый бэйби-ферминг. Женщинам помогали рожать в тайном месте, а затем за определенную сумму брали младенцев для патронажного воспитания или передачи будущим усыновителям. А если таковые не находились, Амелия Дайер позволяла детям умереть от голода, чтобы сэкономить деньги на их содержании. В какой-то момент Дайер поняла, что второй вариант для нее гораздо выгоднее, и поставила это дело на конвейер. Чтобы ее не поймали, она часто меняла место жительства и переезжала из города в город. Но в конце концов ее арестовали, судили и повесили. Леонардо Чианчули – маловар из Кареджа. Существует стереотип, в соответствии с которым итальянские мамы и бабушки всегда следят за тем, чтобы их чадо были хорошо накормлены, всегда треплют их за щечки, а еще начинает выпивать прямо с утра. Что ж, Леонардо Чианчули была из другого теста. Когда в 1939 году она узнала, что ее старшего и самого любимого сына должны забрать в армию, она решила, что для его спасения необходимы человеческие жертвы. В период между 1939 и 1940 она убила трех женщин, убивала по одной и той же схеме, выбирала одиночек, заманивала под каким-то предлогом к себе, угощала вином с наркотиком и добивала топором. Тела растворяла каустической содой и варила мыло в большом горшке. Кровь добавляла в смесь для чайных пирожных и угощала этими пирожными родных и соседей. За свои убийства Чианчули получила 30 лет тюрьмы и три года в психиатрической лечебнице для преступников. Андреа Г. Убийца младенцев. Пусть история не про бабушку, но история необычная. Мы действительно знаем об этой женщине из Германии только имя и первую букву фамилии. Но мы знаем, в чем она виновна. В 2016 году в ее квартире нашли восьмерых мертвых младенцев. Она призналась в том, что убила некоторых из них, но сказала, что не знает сколько именно, так как сбилась со счета. Это были ее дети. Она рожала их дома одна и душила тех, что плакали или двигались. То есть, как вы понимаете, всех. А потом засовывала их в пластиковые пакеты и прятала в каком-нибудь шкафу. Самое удивительное, что у этой женщины был муж и трое взрослых детей, которые проживали в той же квартире. На сегодня это все. Не забудьте подписаться и посмотреть другие видео на моем канале. Ну а если вам понравились мои видео, то ставьте лайк. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!